Уважаемые товарищи, как известно, мы собрались, чтобы обсудить один из блоков самых чувствительных вопросов для любой страны. Он касается системы взаимоотношений между органами государственной власти с точки зрения реализуемых ими полномочий. На начальном этапе становления и развития нашей страны мы были вынуждены замкнуть решение огромного пласта вопросов на президенте. Это было сделано для того, чтобы навести порядок в работе с бюджетом, сперечь государственное имущество, недра, все то, что принадлежит и будет, я надеюсь, принадлежать белорусскому народу. Не допустить олигархии, обвальной приватизации и расслоения, как результат в нашем обществе. Выстроить ключевые институты власти. Разные точки зрения по этому поводу, на что я всегда говорил. Как смогли, так сделали. После нас сделают лучше, обладая этим опытом. Но, тем не менее, благодаря этому мы сумели сконцентрировать всех представителей на проведении единой государственной политики на всех уровнях. Сегодня в республике выстроена налаженная система контроля. Отрегулированы механизмы бережливой эффективной работы с финансами. А решение, принятое на верхних уровнях власти, безукоризненно доводится до каждого исполнителя. Хотя вчера на совещании с членами Совета безопасности с силовым блоком мы констатировали, что исполнительская дисциплина у нас немножко хромает. Я скажу откровенно, публично, что мы, наверное, присутствующие здесь, каждый не думает, что у нас полное единомыслие, что у нас крепкий аппарат управления на различных уровнях. Хватает и в аппарате управления, особенно до последних событий, некоторые из них, сидя из-под плинтуса, посматривали, ах, ну как же тут день воли пройдет, весеннее наступление трудящихся и прочее. Потом поняли, что не то, как пишут там у нас, особенно россияне, власть устояла. Да нет, власть устояла и будет стоять. Мы просто государство сохранили и будем его дальше укреплять. Поэтому, кто хочет работать, вылезайте из-под плинтуса и начинайте работать. У нас слишком много работы. Но в четверть века немалый этап развития, тем более для такого молодого государства, как наш. Поэтому, как я говорил ранее, пришло время еще раз посмотреть на то, какие решения и на каком уровне должны приниматься. В прошлом году я поручал изучить возможность перераспределения полномочий между развилищными органами, может и ветвями власти, и усиление их ответственности. Правительством, местными исполнительными распорядительными органами, парламентариями подготовлен пакет предложений, которые могут расширить сферу деятельности правительства и иных государственных органов. Я внимательно их изучал, и мое первое предложение – не надо мгновенно чоком все принимать. Это должен быть эволюционный процесс. Но до внесения проекта Конституции новой на референдум мы должны этот процесс закончить. То есть в течение этого года надо окончательно определиться, какие полномочия будут у президента, у правительства, парламента, губернаторов, если надо, и ниже. Часть решений действительно назрела сегодня. Люди говорят, что президент тоже человек, нельзя его там перегружать, загружать и прочее. Не в этом смысл полномочий президента, не в этом смысл, а смысл прежде всего в контроле. Если губернатор или в правительстве приняли решение, оно идет до президента через определенный фильтр, через сито. Эти решения под лупой увеличительным стеклом рассматривают специалисты и вносят потом президенту для окончательного подписания. Сейчас мы понимаем, что все выстроено и в сознании людей, и чиновников, и так далее. И нет необходимости, может быть, тащить эти решения, во-первых, на уровень президента и устраивать этот фильтр. Правительство понимает, как надо принимать решения, это все оформлено законодательно. Поэтому есть по некоторым полномочиям основания и необходимость оставить это на уровне правительства, не тащить на уровень президента. По другим предложениям я абсолютно убежден, что размывать полномочия главы государства мы не будем. Еще раз подчеркиваю, речь не идет о Лукашенко, речь идет прежде всего о будущем. И это касается в первую очередь тех сфер, где решаются важнейшие вопросы для любого жителя, субъектно-хозяйственных государств в целом. Более того, зачастую они носят необратимый характер. К примеру, земельные отношения, а точнее вопросы распоряжения с землей, ценнейшим активом страны. Здесь мое абсолютное убеждение и железное требование на землю сельхозназначения или лесного фонда претендовать можно только по отдельному решению президента. По иным моментам мы детально обсудим каждый блок вопросов, заслушаем обоснования для принятия окончательных решений.